МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Чтобы праздник состоялся. Минпромторг России дал рекомендации регионам по работе продовольственных супермаркетов и крупных торговых центров перед Новым годом. Вакцина здоровья. В Чувашии проходит иммунизация от коронавирусной инфекции. Счастливые вместе. В Чебоксарах подвели итоги ежегодного республиканского конкурса «Семья года». За последние сутки в Чувашии диагноз коронавирусной инфекции поставлен 130 жителям. 101 человек вылечился, летальных исходов – 9. На заседании оперштаба проанализировали текущую обстановку. Одна из насущных проблем – снижение уровня концентрации покупателей в больших торговых центрах. Приближение Нового года оживило торговлю. В продовольственные супермаркеты, крупные торговые центры в эти дни ходят много покупателей. Праздник никто не отменял. В связи с этим Минпромторг России совместно с Министерством финансов Чувашии и Роспотребнадзором разработал комплекс мер по снижению напряжения в этих местах. Владельцам торговых центров, гипермаркетов и супермаркетов рекомендованы три вещи. Первое – увеличить время работы торговых объектов вплоть до перевода на круглосуточный режим работы. Дальше – увеличить количество работающих касс, чтобы сократить очереди, в том числе ритейлеров. Дальше – запускать предновогодние акции с начала декабря и проводить эти акции в первую половину дня. Наряду с этим Минпромторг России рекомендует не закрывать в регионах ярмарки и рынки, так как это может привести к массовому наплыву в оставшихся местах торговли. Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует не проводить корпоративы, а новогодние праздники для детей сделать в формате театральных постановок. Кроме соблюдения тех ограничений, которые были введены ранее по указам главы, 166 указам, это заполняемость зрительного зала на 50% посадочных мест, соблюдение социальной дистанции при рассадке зритель-масочного режима. Предлагаем исключить из программ мероприятий проведение игровых конкурсов, вождения хороводов цели соблюдения социального дистанцирования. В отношении учреждений дополнительного и высшего образования ограничения сохранятся. Отдельная тема – вакцинация. Напомним, первыми от COVID-19 привьются медработники, учителя и соцработники. В республику поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции гамма-ковид-вак, торговая марка «Спутник Ви». Значит, всего 1142 дозы, 42 дозы, мы помним, поступили ранее, и сейчас еще поступили 1100 доз. Вакцины направлены в 11 медицинских организаций, все медицинские организации оснащены низкой температурами и холодильниками. Олег Николаев отметил, что в случае усугубления ситуации могут быть введены дополнительные меры ограничения. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика. Вакцина здоровья. В Чувашии проходит иммунизация от коронавирусной инфекции. О том, как вакцина действует на организм и где можно привиться, расскажет Ольга Семенова. Бесплатная добровольная прививка от COVID-19 проводится в первую очередь врачам, учителям и соцработникам, тем, кто чаще всего контактирует с людьми. Перед этим необходима консультация врача. Перед любой вакцинацией, согласно санитарных правил, у нас должен быть приведен осмотр врача. Конечно, в основном выясняем все во время беседы. Болеет человек, не болеет, как он это переносит. Если он раньше прививался и все нормально переносил, то мы рассчитываем, что и в дальнейшем все будет точно так же. Меряем температуру, смотрим на нее, вот она стоит, сидит, нормальное давление, нормальная температура, нормальный пульс, нормальный сейчас посчитаем. Специалисты отмечают, что вакцина предназначена исключительно для лиц от 18 до 60 лет. Не допускается делать прививку во время беременности, а также при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Эта вакцина называется ГАМ-КОВИД-ВАК. Это первая зарегистрированная в нашей стране вакцина. Вакцина вообще хранится при определенной температуре, не больше минус 18, то есть в морозильной камере. И до того, как делать это пациенту, мы за полчаса его, значит, размораживаем. И в течение часа мы должны сделать эту вакцину. В одном флаконе находится 5 доз, поэтому 5 пациентам делаем как бы в одно и то же время. Медики отмечают, что после вакцинации некоторые пациенты могут почувствовать легкое недомогание, головную боль, может появиться температура. Учительница из столичной школы номер 10 Алина Климова не боится возможных последствий прививки. Она считает, что защитить себя от опасного вируса не просто личное желание, а долг перед теми, кого она обучает. Я уже давно решила это сделать и пришла сразу, как только нас позвали. Болеть ковидом я не хочу. Я не чувствую ни страха, ни какого-то переживания. Я уверена, что все будет хорошо. Чик и все. Ни капельки не больно. Вакцинация проходит в два этапа. Второй этап через три недели после первой прививки. Данные всех пациентов, которые сделали прививки, вводятся в федеральный регистр. Пациенты должны ввести электронные дневники здоровья на портале госуслуг. Это поможет составить полноценную картину плюсов и минусов вакцинации. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика. В Чебоксарах продолжают доставлять лекарства тем, кто вынужден оставаться дома. К ним относятся лица от 65 лет и амбулаторные больные с подтвержденным диагнозом ковид. В рамках акции «Мы вместе» существенно разгрузить амбулаторную службу помогают студенты, добровольцы и волонтеры. В своем насыщенном графике нашел на это время глава города Чебоксара Олег Картунов. Он доставил лекарства по одному из адресов. Лекарства предоставляются бесплатные только по выписанным рецептам. В большинстве своем это противовирусные препараты и витамины. Причем каждому пациенту врачи подбирают индивидуальную схему лечения. Прямого контакта с заболевшим нет. Пакет оставляют в дверях. Отметим, на закупку бесплатных медицинских препаратов направлено более 45 миллионов рублей из федерального бюджета. В Чебоксарах на сегодня отпущено более 5000 рецептов. Желающих присоединиться к акции «Спасибо вам, родные доктора» в республике становится все больше. Сегодня медикам отправили партию сладких подарков от компании «Аконт». Баннеры на улицах республики. Арт-объекты, посвященные медикам. Ёлки перед зданиями больниц, украшенные детьми. Сказать спасибо докторам хотят сотни жителей Чувашии. За то, что спасли многие жизни. За то, что рисковали своими. За то, что нашли в себе силы работать так напряженно. Акция была предложена общественным советом при главе республики Олега Алексеевича Николаева. Он поддержал эту акцию. Подключились к этой акции и Союз женщины республики. И очень многие предприятия и организации Чувашии. И фонд «Перле», который был создан в апреле. И сейчас вот этот фонд, он продолжает работать. И в этот фонд было перечислено достаточно много от предприятий боготворительной помощи для того, чтобы реализовать комплекс мер в рамках вот этой акции «Спасибо вам, родные доктора». И, значит, они включают очень много направлений. В том числе, значит, даже вот самая такая трогательная – это детские поделки к Новому году от наших ребятишек. Сегодня к акции присоединилась компания «Оконт». Более 17 тысяч подарочных наборов, а это 4 тысячи тонны сладостей, отправили медикам республики. Мы понимаем трудность, которую испытывают в настоящий момент врачи, помогая нашему населению. И по мере своей возможности решили все-таки как-то отметить их труд. Возможности, конечно, фабрика «Оконт» всегда будет участвовать во всех социальных программах, направленных на поддержку нашего населения. Такая поддержка врачам сегодня необходима. Вот это как раз та акция, то теплое, то внимание человеческое, душевное к врачам в этот нелегкий период. И врачи это видят, чувствуют, самое главное. И в тот короткий период, период отдыха, допустим, период получения подарков, допустим, и осознание того, что люди к ним неравнодушны, они люди видят, их работа, тяжелый труд – это действительно очень важно. Это важно. И врачи это ценят. Благотворительная акция «Спасибо вам, родные доктора» – это не только возможность сказать врачам спасибо, но и задуматься над тем, как общими усилиями победить опасный вирус. Очень хочется, чтобы эта акция тоже способствовала культуре, поведение в обществе – маски, перчатки, понимание того, что если есть какие-то недоразумения, то лучше, наверное, остаться дома, и Новый год предстоящий встретить в семье, а не на больничной койке. Поэтому хочется пожелать всем здоровья, более бдительно относиться к самим себе, врачам терпения, любви и, на самом деле, понимания, что и это пройдет. Свою признательность медикам может выразить каждый житель республики. Это могут быть открытки, сладкие подарки или участие в флешмобе «Спасибо вам, родные доктора» в социальных сетях. Ольга Алексеева, Николай Скворцов, Республика. Сегодня в Москве скончался депутат Государственной Думы от Чувашии, первый секретарь Роскома КПРФ Валентин Шурчанов. Нашему телеканалу эту информацию подтвердили в Рескоме партии. Валентин Шурчанов умер сегодня в больнице от COVID-19. Об этом депутатам фракции и его аппарату сообщило днем руководства КПРФ. Шурчанову было 73 года. Он первый председатель Госсовета Чувашии. Валентин Сергеевич – депутат четырех созывов в Госдуме. Руководил газетой «Правда», был секретарем ЦК КПРФ по вопросам формирования депутатской вертикали. В Госдуме этого созыва занимал должность первого зампреда Комитета по бюджету и налогам. Сейчас создана комиссия по похоронам. Даты и место прощания с Валентином Шурчановым будут известны позже. О резком повышении цен на базовые виды продовольствия сегодня говорят по всей стране. Эту тему затронули и на пресс-конференции главы государства. В Чувашии выросла стоимость подсолнечного масла, сахара, макарон, гречки. Представители власти уверяют, что взяли ситуацию под контроль и мониторят рынок продовольственных товаров. Жалобы жителей не безосновательные. Цены действительно повысились и проверки торговых точек это подтверждают. Именно в продовольственной группе товаров у нас самый существенный рост. И, наверное, самое высокое повышение цен практически среди всех регионов Поволжского федерального округа, за исключением одного. То есть на 13 месте. На 6,6% цены выросли именно на продовольствие. Понимаем, что у нас по продовольственной группе основная тематика – это представленность федеральных сетей. Мы отмечаем, что такой рост цен связан в основном, наверное, с тем, что потребительское предпочтение и точка контакта потребителей является именно в федеральных сетях. При этом мониторинг показывает, что повышение цен на отдельные товары – это не наценка торговых точек. Согласно мониторингу розничных цен, которые мы проводим еженедельно, уровень торговых наценок остается примерно неизменным. И согласно информации торговых сетей, как они говорят, на рост цен повлияла цена закупки. Так отмечаем, что основные причины роста цен сахара, песка, масла, подсолнечной гречки – это основной объем указанных товаров, они являются ввозимыми, то есть поступают из-за пределов региона и зависят от цен производителей и поставщиков продукции. Также отмечаем незначительный рост транспортных расходов, использование сложных логистических схем поставки продукции. Подорожание яиц от местных производителей небольшое. Хозяйство списывают его на сезонность продукта и зависимость от цен на корм для куриц. Поскольку в этом году сильно увеличилась цена на подсолнечное масло, на жмыхи, на пшеницу, на кукурузу, не говоря уже о витаминной части, которая производится в Европе, либо в Китае, все это повлияло на рост себестоимости. Поскольку все эти ингредиенты являются основными в кормлении кур, предприятия сильно не повысили цен на яйцо и в этом году мы за счет своей рентабельности пытаемся удержать цену. Рост цен на хлеб в республике удалось держать благодаря возмещению части затрат социально значимым предприятиям мукомольной промышленности по инициативе руководителя региона. Мониторинг всех продовольственных товаров будет продолжаться. Сейчас правительство страны работает над документом, который помог бы заморозить цены на социально важные продукты до марта 2021 года. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. Напомним, Чувашия стала одним из десяти пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России. Дело это новое. Разработать такой маршрут решили и в научно-производственном предприятии ЭКРА. Юлия Важенина одна из первых прошла по экскурсионному маршруту. Уже почти 30 лет компания разрабатывает, проводит, налаживает и эксплуатирует современную микропроцессорную аппаратуру. Это единственный российский производитель, который предлагает практически весь комплекс вторичного электротехнического оборудования собственной разработки. В наших экскурсиях мы хотели бы рассказать нашим гостям о том, что электроэнергетика – это не только всем известные электростанции или линии электропередач, которые все могут видеть в окружающем мире, но и современные технологии. Здесь находится одна из предполагаемых точек наших экскурсий – полигон «Цифровая подстанция». Одним из, на наш взгляд, увлекательных мероприятий, которые мы можем продемонстрировать нашим гостям, будет виртуальный тур. Вот так с помощью виртуальных очков можно попасть на разные подстанции страны и посмотреть, как там идет работа. На этом же полигоне тестируют системы управления. К слову сказать, авария в современной электроэнергетике происходит буквально за несколько миллисекунд. Человеческий взгляд даже не успеет увидеть, что произошло, как это приводит к масштабным последствиям. Например, здесь видно, как быстро распространяется дуга на объекты электроэнергетики и выгорают различные крупные объекты. Такие системы способны за миллисекунды отключить станцию и изолировать все повреждения. Следующая точка нашей экскурсии – это производство наших систем управления. В целом, подобное автоматизированное производство производит большинство всей техники и сложных технологических устройств, которые есть в нашей жизни. Например, те же самые смартфоны. Здесь стерильно, как в больнице. Все потому, что даже любая пылинка может повлиять на качество монтажа и надежность работы устройства в целом. Производство блоков начинается с первой стадии. На этой установке наносится штрих-код. Штрих-код – это как бы идентификационный номер платы. То есть плату можно всегда будет посмотреть, где она, в каком состоянии, что с ней случилось у нас, у заказчика, у любой точки земного шара. Дальше, после того, как код идентификационный нанесен на плату, плата перемещается по направлению к линиям. Финальная точка нашей экскурсии – смотровая площадка. Там сейчас она занесена снегом. Но даже в таких условиях видно, какой красивый здесь открывается вид. Так что эта площадка плюс к уже перечисленным объектам точно станет местом притяжения посетителей. В Чувашии к следующему году могут появиться новые правила утилизации крупногабаритного мусора. Как повысить качество услуг и урегулировать непредусмотренные на сегодняшний день в законодательстве вопросы по сбору и вывозу разных видов отходов, обсудили на заседании Координационного совета по защите прав потребителей. В соответствии с законодательством сейчас старую мебель, дверные и оконные рамы, сантехнику жильцы должны утилизировать самостоятельно. Выносить все это на контейнерную площадку запрещено. Но люди часто пренебрегают правилами. Нередко в баках и рядом с ними оказываются и сухие ветки, и отпиленные стволы деревьев. В процессе предоставления услуг по обращению с ТКО отходами региональный оператор сталкивается со следующими проблемами. В весенне-осенний период на контейнерных площадках на территории частного сектора Горчебоксары происходит стихийный навал отходов, состоящий из веток и порубочных остатков деревьев, которые не являются твердыми коммунальными отходами и не подлежат вывозу в рамках тарифа регионального оператора. На местах накопления твердых коммунальных отходов на территории частного сектора Горчебоксары также находится большое число металлических бункеров объемом 8 кубических метров, в которые складируются не только твердые коммунальные отходы, но и промышленные отходы от деятельности юридических лиц, не имеющих заключенных договоров с региональным оператором. Некоторые места накопления твердых коммунальных отходов не соответствуют техническим нормам. Глава Чувашии предложил обновить схему вывоза и утилизации таких отходов. Речь идет о создании специальных перехватывающих площадок для крупногабаритного мусора. Правила его вывоза и дальнейшей утилизации подвергнутся коррекции. При решении неурегулированных вопросов в сфере обращения с ТКО нужно учитывать общественное мнение предложения населения, считает Олег Николаев. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Юрий Марков, Республика. Организацию досуга детей, занятость их во внеурочное время обсуждали на заседании Межведомственной комиссии. Сегодня эта тема актуальна как никогда. Отдых, оздоровление и занятость детей – зона ответственности взрослых. Зачастую родители не знают, чем занять ребенка, куда можно обратиться по поводу его трудоустройства. А ведь в Республике есть хорошие практики. Нужно, чтобы они стали достоянием всех. Было бы приятно любому работодателю услышать, что он не просто формально в этом участвует, а он пример. Это надо показать, потому что мы все равно идем устраивать своих детей летом. И нас всех раздражает, что дети дома, кто не уезжает. Но при этом хотим их занять, но не знаем где. Минтрут Республики ведет активную работу по трудоустройству детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Конечно, это временная занятость, но она позволит получить первые трудовые навыки и избежать негативного влияния улицы. Кроме того, к процессу подключится Государственная инспекция труда. Она подготовит методические рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних для руководителей предприятий, желающих взять подростка на работу. Там есть определенные ограничения, и лучше об этом знать заранее, чтобы не вступать в конфликт с законом. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика. 103 года исполнилось органам ЗАГСа. Первый законодательный акт в области семейного права был подписан 18 декабря 1917 года. Он и положил начало истории ЗАГСа. Регистрация брака. В основном именно с ней ассоциируется ЗАГС. Только в этом году зарегистрировано почти 36,5 тысяч семей. За аббревиатурой ЗАГС запись актов гражданского состояния – все самые важные события в жизни человека. От первой записи и до последней. Актовые записи рождения вашей дочери можно будет просмотреть, проверить, прочесть. Надо будет расписаться за сам документ рождения дочери здесь. Первоначально органы ЗАГСа работали при НКВД. Затем они вошли в структуру МВД, потом исполнительных комитетов. В 2006 году органы ЗАГСа вошли в систему Министерства юстиции. От сотрудников органов ЗАГС, от их работы, конечно, в том числе зависит и то, как относятся граждане к органам местного управления, к органам государственной власти. Потому что вы оказываете государственные услуги гражданам, когда они находятся или очень в положительной ситуации. Рождение ребенка, бракосочетание. И бывают и грустные, конечно, печальные моменты. Это потери близкого человека, родственника. И от работы органов ЗАГСа, их сотрудников, зависит, как человек переживет эти события, с каким настроением он уйдет, и какое его будет общее самочувствие. Еще в прошлом году органы ЗАГС запустили проект по созданию и укреплению семьи. Благодаря ему 31% семей, подавших заявление о разводе, отказались от расторжения брака. Автор проекта Наталья Арсентьева. Цель проекта – научить молодые пары, семейные пары, выстраивать семейные отношения, помочь создать и сохранить крепкую семью. В рамках данного проекта каждая пара, подавшая заявление о заключении брака в орган ЗАГС, приглашается на занятия с психологами. Психологи проводят с ними лекции, тренинги, ролевые игры, на которых обсуждается тема взаимоотношений. Психологи также работают с лицами, намерными расторгнуть брак. Психологи помогают этим семьям найти конструктивный выход из сложившейся ситуации. Именно этот проект Наталья и представила на конкурсе лучшей государственной служащей Чувашии. Его итоги станут известны уже на следующей неделе. Юлия Важенина, Алексей Зоциков, Игорь Зверев, Республика. Каждая семья счастлива по-своему. Сегодня в Чебоксарах подвели итоги ежегодного республиканского конкурса «Семья года». Он прошел в Чувашии уже в 16-й раз. Самые дружные, творческие и спортивные в конкурсе участвовали семьи со всех муниципалитетов республики. У каждой свой рецепт счастливой жизни. Лучшей признанной семьей Артемьевых из Новочебоксарска. У них трое сыновей. Юрий и Альбина живут душа в душу уже 20 лет. Мы не старались переделывать друг друга. Принимали такими, какими мы есть на самом деле. Понимаем друг друга, совещаемся, как говорится, и находим консенсус. Конкурс прошел в заочной форме. К счастью, современные технологии позволяют снять все таланты на видео и представить жюри. Чествование победителей и призеров тоже состоялось дистанционно. Были отмечены и трудовые династии. Каждая семья – это отдельная история. Это отдельные чувства и некие, наверное, свои секреты и свои отношения. Я искренне благодарю все семьи, которые сегодня дошли до финала. Благодарю все семьи, которые принимали участие в конкурсе. Убежден, что на следующий год таких семей будет еще больше. Нам очень важно узнать историю каждой семьи. С каждым годом участников конкурса становится все больше. Многие семьи выходят на федеральный уровень. Например, в этом году уже во всероссийском одноименном конкурсе в номинации «Сельская семья» победили Светлана и Григория Семенова из Альковского района Чувашии. Уже третий год Чувашский государственный театр «Кукол» активно участвует в реализации федерального проекта «Культура малой родины». Под занавес уходящего 2020 года творческий коллектив выпускает две премьеры «Три толстяка» и «Серебряная копытца». С 2017 года в репертуарной афише театра появилось девять новых спектаклей по произведениям русской и зарубежной детской классики, национальных авторов и пьесам современных драматургов. В этом году настроена русскую классику с использованием современных технологий. В рамках проекта «Культура малой родины», уникальнейшего проекта, который развивает именно детские театры, мы поставили приличное оборудование, а его нужно правильно использовать. А почему «Три толстяка»? Мы решили совместно, чтобы мы отдали эту тему приглашенному художнику. И проект «Культура малой родины» он и рассчитан на то, чтобы мы имели возможность приглашать маститых, очень известных в нашем мире, ну в данном случае кукольном мире, режиссеров. Это не мастера, это маэстро. Антонина Добролюбова приехала в нашу республику из города Южно-Сахалинска. Сказка «Три толстяка» Юрия Олеши, по мнению режиссера, современна, как никогда. Хотелось вернуться к гению, хотелось поговорить, подумать о нашей жизни, о наших взаимоотношениях, о том, все ли мы делаем правильно, когда смотрим в глаза друг к другу, когда мы общаемся друг с другом. Ну, вот какие-то общечеловеческие, такие вечные законы, которые мы незаметно нарушаем. Это все есть в «Трех толстяках». Театральная версия, которую мы предлагаем, она немножечко отличается, конечно же, от произведения, потому что это наш взгляд, это мы предлагаем вернуться к книге, чтобы ее прочитать, чтобы ее посмотреть по-новому. Актеры Чувашского театра «Кукол» рады получить новый опыт. Работа с режиссером с другого вообще как будто бы континента, с Сахалина, это просто неимоверный опыт, потому что такого плана постановок, ее, так сказать, ее особенность постановок театральных, для нас это впервые. И учитывая масштабность самого спектакля, учитывая масштабность кукол и истории, для нас это просто восхитительное событие, восхитительный опыт. И мы с горящими глазами, с радостью взялись за работу. В честь 75-летия Кукольного театра 25 декабря состоится премьера второго спектакля «Серебряная копытца». 3D-эффекты, специальные световые технологии, куклы с особой системой управления. На сцене разыграется удивительное действие. Люся! Ай! Люся! Ай! Иди сюда, иди! А это твое, а? Люся! Ну что ж там? Ну погляди туда! Что там? Ай! Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Это были главные новости пятницы. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова